Привет! Еще буквально два или три года назад компания Huawei была прям в топе по продажам смартфонов. Свои крутые процессоры, своя хорошая и стабильная оболочка. А что они по фото части делали, это просто что-то с чем-то. Прям вот хотел фотофлагман на андроиде. Huawei. Помню даже в свое время я делал ролик об истории компании Huawei, и у меня прям отпечаталось в голове, что на тот момент они около 10% от своей выручки тратили как раз-таки на научно-исследовательские разработки. И это было заметно. И вот сейчас, в 2021 году, у меня на столе лежит Huawei Nova 9, который по всем признакам вот прям замечательный смартфон. Но есть у него, конечно, одно но. Здесь нет Google сервисов. Да, при желании можно установить что угодно, куда угодно и зачем угодно. И да, тут есть свой магазин приложений AppGallery, в котором как раз-таки есть огромное количество приложений. А если нужного приложения нет, то его можно скачать АПКшку на какой-нибудь АПК Pure и прочее. И интересный момент, когда я ввожу поисковой запрос в AppGallery, то он ищет не только по своему магазину, но также как раз-таки по этим сайтам, откуда можно скачать АПКшечку. Но опять же, вот я скачал, например, Genshin Impact, и у меня даже регистрация была через Facebook, поэтому весь мой игровой процесс должен остаться и перенестись. Но, к сожалению, во время запуска выскакивает ошибка. Код ошибки 314302. А жаль, потому что пришлось 12 гигабайт качать, ждать, когда все это установится, при этом все не заработало. Вот, например, Call of Duty, он сразу выдает ошибку, типа, не, братиш, я даже запускаться не буду пытаться. Так что если ты далек от всех этих способов, накатки, установки Google сервисов, сторонних программ и прочего, и ищешь смартфон, который просто даст тебе нормальный юзер-экспириенс, то могут быть проблемами, имея в виду. Ну, а я приступаю к обзору. Комплект тут стандартный. Смартфон, зарядка мощностью 66 Вт, кабель USB Type-C и силиконовый чехол. В России смартфон продается в двух цветах. Звездно-голубой, как у меня, и черный. Задняя крышка тут прикольная. Ну, во-первых, она пластиковая, во-вторых, она матовая. И здесь специальное покрытие, которое как раз-таки препятствует тому, чтобы смартфон прям моментально собирал отпечатки пальцев, из-за чего его кайфово носить даже без чехла. Его не хочется убирать в чехол, потому что он всегда выглядит красиво и презентабельно. При этом в руке он ощущается тонким за счет скруглений по бокам и легким за счет того, что у него вес всего 175 грамм. Справа кнопка питания и качелька громкости. Снизу слот для двух нано-сим-карт. Без возможности установки дополнительной SD-карты, что, на мой взгляд, плохо. То есть могли бы хотя бы комбинированной сделать, чтобы я мог вместо симки какую-нибудь флешку вставить. Одну симку и одну флешку, как бы почему нет. Но хорошо, что здесь есть прорезиненный элемент. То есть какая-то влагозащита здесь имеется. Зарядка осуществляется через разъем USB Type-C. Рядом с ним микрофон и динамик. Звук здесь моно. И я на самом деле расстроился, когда об этом узнал. Потому что, ну, почему бы не поставить стерео? Стерео всегда лучше, со стерео всегда комфортнее. Не нужно так громко повышать звук, чтобы посмотреть тот же самый YouTube. Так что здесь я расстроился. Сканер отпечатка здесь подэкранный. Он оптический и очень шустрый. То есть к нему никаких нареканий, никаких ложных срабатываний. Или наоборот, не срабатываний я не заметил. То есть он прям нормально, хорошо срабатывает. Сам экран здесь AMOLED. Диагональю 6,57 дюйма. Разрешение 2400 на 1080. С плотностью пикселей 392 ppi, что очень хорошо. Частота обновления экрана до 120 Гц. Как полагается, она здесь адаптивная. А частота опроса сенсора 300 Гц. Иными словами, экран здесь офигенный. Реально офигенный пушечный экран отвечает всем требованиям современного смартфона. И при всем при этом здесь есть DC-димминг. Так что по поводу шима можно не переживать. Работает смартфон под управлением процессора 778 дракона. Оперативки 8 гигабайт типа LPDDR4X. Встроенный 128 или 256 UFS 2.2. Одним словом, железо здесь хорошее. Оно не только энергоэффективное, но при этом при всем оболочка прям летает. Потому что я пользуюсь многими смартфонами. Сами понимаете, у меня сегодня один, завтра другой. И есть смартфоны, которые плюс-минус стоят уже столько же. Но они тупо лагают в своей же оболочке. Для наглядности я провел несколько бенчмарков. И результаты очень даже хорошие для этого железа. Касательно игр я уже объяснил. То есть PUBG, Call of Duty, Genshinel Punk. Я не могу на нем протестировать. То есть нужно разморачиваться. Узнавать, как это устанавливать. Но с точки зрения потребителя, который не хочет этого делать. Для которого это сложно. Он сможет установить себе, например, асфальт. Асфальт я смог установить. Поиграл, как бы все в порядке. Но хотелось бы все-таки в Генку поиграть. Или в мою любимую колду. И как бы это не сложно. Я могу сесть, разобраться, установить. И все, как бы сказать. Пацаны, устанавливается как бы не проблема. Но, когда ты покупаешь смартфон. Это должно быть быстро. Ты взял, установил, что-то себе накатил. Все, играешь. Не нужно такого, чтобы ты взял, установил. Не работает. Ага. Запускаем YouTube. Смотрим, почему не работает. И как это исправить. Касательно нагрева. Смартфон нагревается. То есть во время троттлинг-теста. Когда я тестировал его в асфальт. Да, он нагревается. Но из-за того, что здесь хорошая система охлаждения. То тепло отводится равномерно. Что позволяет смартфон в принципе не троттлить. Аккумулятор тут на 4300 мАч. С поддержкой быстрой зарядки 66 Ватт. И на мой взгляд это круто. Дело не в том, что вот там типа за 40 он или все-таки за 38 заряжается. Не имеет значения. Имеет значение то, что здесь быстрая зарядка. То есть я могу подключиться там за 5 минут, он мне 20% набьет. И мне этого хватит, чтобы куда-то доехать. То есть суть в том, что здесь быстрая зарядка. И быстрая зарядка в самом начале. То есть тебе не нужно прям ждать до сотки. Ты хоп подцепился, он у тебя зарядился. Ты побежал дальше заниматься своими делами. Также отлично, что здесь есть NFC. И он работает, например, через приложение кошелек. Также здесь есть Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и 4G. И на мой взгляд это хорошо. То есть 4G это хорошо. Потому что 5G, во-первых, у нас пока не работает. Во-вторых, непонятно на каких частотах он будет работать. И покупать сейчас смартфон с 5G. С расчетом то, что вот у меня здесь 5G. Когда у нас заработает 5G, у меня будет 5G. Нет, нифига не будет 5G. Вдруг мы будем работать на 5 ГГц. Тогда у тебя всего лишь 78 Бен в смартфоне заявлен. То есть ты сможешь по-импользоваться везде, кроме как в России. Потому что здесь нужно будет 79 Бен. То есть понимаешь, да, пока на 5G обращать внимание вообще не стоит. Работает смартфон под управлением Android 11 с оболочкой Emotion UI 12. Которую переработали, прям мне очень визуально она нравится. То есть мне нравится, как ее сделали. Я очень давно не пользовался смартфонами Huawei. И мне очень нравится, как она сейчас выглядит. Она плавная, красивая. Плюс есть свои сервисы и приложения, например, MeTime. Которая позволяет совершать аудио и видео звонки. И отличительной фишкой данного приложения является возможность демонстрации своего экрана. Что может быть полезной фишкой, если тебе нужно объяснить, как что сделать, куда зайти. В каком приложении что настроить, что отправить. То есть ты просто экран свой транслируешь, показываешь и все. Ну и как я уже говорил, здесь свой магазин AppGallery. В котором, конечно же, много приложений. Компания его развивает. Но есть определенные приложения, которые очень популярны. Такие как игры, например, PUBG. Там не найдешь. То есть, ну, есть определенные особенности в работе со смартфоном, у которого нет Google сервисов. И это единственный минус данного смартфона. Я не буду кривить душой. Да, это минус. Нет Google сервисов. Это минус. Ну вот режьте меня. Но мне очень нравится сам смартфон. Тактильно, визуально, как он работает, все такое. И касательно камер. Мне прям, ну, мне импонирует то, как обыграли блок камер. Он здесь, кстати, состоит из четырех модулей. Хотя, на мой взгляд, их всего два. Потому что другие два это вспомогательный, макро и портретник. Там на 2 мегапикселя с диафрагмой 2.4. А вот основной модуль здесь на 50 мегапикселей со светосилой 1.9. Второй полезный это широкоугольный модуль, что очень хорошо. На 8 мегапикселей с диафрагмой 2.2. Причем за обработку больших объемов информации и создание четких фото отвечает процессор Huawei HD Fusion Engine. Так что фото здесь на уровне. Днем, понятное дело, детализация, насыщенность, все дела. На ширике, кстати, фотографии практически такие же, как и на основную. По цветопередаче и насыщенности. Вечером, понятное дело, качество становится хуже. Как бы нет света, как бы до свидания. Видео записывает 4К 30 кадров максимум. Понятное дело, есть в Full HD, есть в Full HD при 30 и есть в Full HD при 60, что очень хорошо. Правда, в Full HD 60 кадров почему-то недоступен для широкоугольного модуля. Это плохо, потому что есть определенный стиль съемки. Когда нужен ширик, когда нужны 60 кадров, чтобы потом это замедлить. Так что вот в этом плане очень жалко. Но, справедливости ради, мало кто это предоставляет. То есть реально мало кто из смартфонов в этом ценовом сегменте предлагает 60 кадров на ширике при Full HD. Из минусов. Rolling Shutter есть. Это как бы такое. Но при этом мне прям очень нравится качество картинки. То есть цветопередача, все остальное. При этом здесь электронная стабилизация, не оптическое, понятное дело. Но картинка практически не трясется. По крайней мере не так напряжно. И нет двоения картинки. Что тоже часто бывает у смартфонов. Они начинают то туда фокус, то сюда фокус. И почему у тебя картинка вся вот так вот трясется, двоится. Здесь этого нет. Это хорошо. Если тебе интересно, что такое двоение картинки, вот ты можешь наблюдать его сейчас. На ширике, к сожалению, при 4К 30 кадров. Да, ширик может 4К 30 кадров, но не может Full HD или 60 кадров. Я буду долго на это бомбить. Но вот ты можешь посмотреть, здесь, к сожалению, есть вот это вот двоение картинки. Но при всем при этом цветопередача такая же, как и на основную. То есть очень достойно. Также возможности камер дополняются функциями в фирменном приложении фото под съемки. Здесь есть и видеоблог, то бишь картинка в картинке. Ты можешь снимать и на фронтальную камеру, и на основную. И одновременно все это записывать, о чем-то рассказывать, идти. То есть в этом плане компания не отстает от трендов и старается им соответствовать. Фронтальная камера здесь на 32 мегапикселя, может снимать 4К 30 кадров, может Full HD 60 кадров. То есть в этом плане прям очень хорошо. И при этом цветопередачи здесь тоже достойные. При этом я не вижу здесь роллинг-шаттера и двоение картинки. При этом стабилизация, то есть картинка не трясется. То есть для создания контента этот смартфон, в принципе, подходит. Теперь касаемо стоимости, которая составляет порядком 40 тысяч рублей. И на мой взгляд, это, ну, мне кажется, это дороговато. Да, в период сейчас, до 25 числа, можно сделать предзаказ и получить еще и наушники Huawei FreeBuds Pro, которые сами по себе вроде как стоят 15 тысяч рублей. И учитывая это, получается, смартфон начинает стоить уже 25 тысяч рублей. И вот за 25 тысяч рублей, да, это интересный аппарат. Опять-таки же, с учетом того, что ты знаешь, что такое AppGallery и как им пользоваться, и знаешь, как, например, как решить проблему с Google сервисами. Да, интересный аппарат, потому что работает он, говорю, мне очень нравится. Мне очень нравится тактильно, мне нравится, как он сидит в руке. Но Google сервисы мне нравятся больше. По всем остальным параметрам, мне смартфон нравится. Серьезно. Так что, ну, решение принимай сам. Думайте сами, решайте сами. В общем, шутки в стороны. Бро, пиши в комментариях, что ты думаешь по поводу этого смартфона, что ты думаешь по поводу Huawei, и вообще, что ты там думаешь. Как-то так у меня на этом все. Пока.